Знакомая зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк и известный фигурист Пётр Чернышёв познакомились в 2007 году во время съёмок передачи «Танцы на льду». Тот факт, что на момент встречи за плечами обоих уже был опыт неудачных браков, нисколько не остановил знаменитости, и они с головой окунулись в новые отношения. Пятикратный чемпион Америки и двукратный победитель чемпионата мира по танцам на льду Пётр Чернышёв появился на свет 6 февраля 1971 года в «Простой семье». Родители будущей звезды были инженерами. Любовь к фигурному катанию перешла к нему от деда Петра Сергеевича Чернышёва, который в 30-х годах прошлого века четырежды становился чемпионом СССР. В 1992 году, в сложное для всех время, Пётр и его супруга-фигуристка Наталья Аненко улетели за океан покорять Америку. Однако уже в США их дороги разошлись. Спортсмен влюбился в свою партнёршу по льду красавицу-американку Наоми Ланг и подал на развод с супругой. В 2007 году Чернышёва пригласили принять участие в ледовом телешоу. Он, в свою очередь, недолго думая, вернулся домой в Москву, где его ждала судьбоносная встреча с красавицей-актрисой Анастасией Заворотнюк. В 2004 году выпускница школы-студии МХАТ была приглашена на съёмки в сериале «Моя прекрасная няня», который вскоре стал очень популярен. После выхода на экраны первых серий комедии Анастасия Заворотнюк стала по-настоящему известной и успешной. Звезду стали снимать в различных проектах и шоу, а осенью 2007 года на съёмках шоу «Танцы на льду» «Бархатный сезон» она в первый раз встретила Петра. «Я пробегала мимо участников, уже в платье для съёмок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала моё». «Это было похоже на электрический разряд», делилась воспоминаниями актриса. К тому моменту отношения Анастасии Заворотнюк и её коллеги Сергея Жигунова, с которым она жила вместе на протяжении двух лет, зашли в тупик. Актриса, не раздумывая, ушла от актёра и перевернула страницу в своей судьбе. Отношения между Анастасией и Петром развивались стремительно, и в скором времени фигурист сделал актрисе предложение руки и сердца. Это произошло на Сардинии, где Настя отдыхала вместе со своими детьми от прошлых отношений. 22 августа Чернышов одним днём прилетел в Италию к возлюбленной. Поздним вечером он пригласил Заворотнюк пойти искупаться. Вода оказалась холодной, и Анастасия осталась ждать любимого на берегу. Он пошёл в море и, выйдя из воды, подошёл и сказал «Смотри, что я нашёл». На ладони было кольцо с бриллиантом. «Так Петя сделал мне предложение», – рассказывала Анастасия. Позднее, во время совместного отдыха на Мальдивских островах, влюблённые так устали от пристального внимания прессы, что решили скромно расписаться в Москве. После этого, также втайне от всех, пара обвенчалась в Крыму в храме Воскресения Христова в Форосе. 10 сентября 2008 года Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв за 15 минут узаконили свои отношения в столичном ЗАГСе. Тем временем полным ходом шла подготовка к их венчанию. Чтобы информация о предстоящем торжестве не дошла до журналистов, бронирование отеля яхты и машин происходило без упоминания имён молодожёнов. 13 октября Анастасия и Пётр обвенчались в Форосском храме в присутствии родных и друзей, среди которых была бывшая партнёрша и возлюбленная фигуриста из Америки Наоми Ланг со своим супругом Марком. Свидетелями молодых стали младший брат жениха Александр и близкая подружка-невеста-архитектор Нана Гиташвили. После окончания церемонии венчания, свадебный кортеж отправился в Балаклаву, где новобрачных и их гостей ждала 43-метровая яхта. Праздничное торжество прошло в открытом море. Во время празднования счастливый жених сказал, «Если бы нас с Настей забросили на необитаемый остров, мы всё равно были бы счастливы, потому что с нами осталась бы наша любовь». Долгое время Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв даже не задумывались о совместных детях. Но во время ледового шоу «Глядя на дочку Татьяны Навки», актриса поняла, что тоже хочет маленькую дочь от любимого человека. Супругам тогда было по 47 лет, но несмотря на возраст Насти, Пётр решили рожать. «Мы понимали все сложные моменты, все риски. Это было несложно, но это был наш осознанный шаг», рассказывал Пётр. «Было очень волнительно, как всё сложится, всё ли будет хорошо, всё ли пройдёт удачно. И мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел», делилась своими размышлениями Анастасия. Когда Заворотнюк наконец забеременела, во время семейной трапезы супруги сообщили о скором пополнении старшим детям актрисы, 18-летнему Майклу и 22-летней Анне. В октябре 2018 года Анастасия подарила Петру дочь Милу. Счастливый отец, взяв на руки кулек с новорожденной, не смог сдержать слёз счастья. На протяжении пяти месяцев супруги скрывали от прессы факт рождения ребёнка. После того, как они всё-таки рассказали о девочке, сразу же появились слухи о том, что Настя в силу своего возраста не могла забеременеть сама, а значит, делала ЭКО, или девочку им родила суррогатная мама. На момент рождения Милы семья актрисы уже жила в просторном загородном доме Подмосковья, посёлок Крёкшино. Перебрались они туда из квартиры в столице. Эту недвижимость Заворотнюк приобрела втайне от мужа, который всегда мечтал жить за городом. Увидев роскошный трёхэтажный особняк с живописным видом на лес, Настя нисколько не сомневалась в покупке. Позднее она предложила Чернышёву съездить в Крёкшино и посмотреть то, что им подобрал риэлтор. «Я знала, что Пете понравится дом, его строгие линии, простор и панорамные окна». Муж и правда пришёл в восторг и стал вслух размышлять, сколько может стоить этот дом и как бы нам его купить. А потом сказала «Это наш дом, поздравляю тебя, дорогой», вспоминала актриса. Летом 2019 года в семью Анастасии и Петра неожиданно для всех пришла беда. У актрисы была обнаружена глеобластома, форма онкологии, от которой в 2015 году умерла 40-летняя певица Жанна Фриске. Эта страшная болезнь считается неизлечимой, но родные актрисы делают всё возможное, чтобы продлить её дни. Пётр Чернышёв работает на износ, чтобы на полученные от выступлений средства обеспечивать семью и оплачивать дорогостоящее лечение для любимой супруги. Родные актрисы тщательно прячут её от назойливых журналистов и любопытных глаз. Но недавно в сеть всё-таки попало фото больной актрисы, сделанное камерами наружного наблюдения. Глядя на него, становится понятно, что звезда моей прекрасной няни сильно изменилась. Она набрала лишний вес и потеряла свою когда-то роскошную шевелюру. Однако, несмотря на это, Пётр Чернышёв продолжает любить Анастасию и заботиться о ней.